Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов царя Давида. Господи, помяни царя Давида и шикроты всего. И сегодня мы будем читать 57-й псалом. В православной толковой Библии написано «Псалом составлен Давидом во время начинавшего подготовляться восстание Весолома, то есть сына Давида, когда он, Давид, мог наблюдать в Иерусалиме как степень озлобления против него, его врагов, это с 4 по 5 стих, так и начавшееся нестроение в жизни они, враги, злоупотребляли своей властью». Действительно, мы знаем, что Авесолом ввел целую подготовительную предвыборную программу, как бы сейчас сказали, готовясь к восстанию против своего отца. Что он делал? Он подходил к дворцу и видел, что люди шли со своими прошениями к Давиду. Он их останавливал, расспрашивал, целовал их, спрашивал, с какими вопросами вы идете к царю, читал то, что они несли, какие прошения, и говорил, я бы поступил так бы, так бы, так бы, но у меня нет власти. То есть он ввел такую предвыборную кампанию, но это была кампания ради кампании, потому что когда он пришел к власти, Авесолом принес только несчастье еврейскому народу, только несчастье и ничего хорошего. Ну, так обычно и бывает. При любом революционном потрясении жизнь лучше, она и становится. Этот псалом имеет надписание в конец, то есть в нем есть некие пророчества, «Не погуби», то есть здесь как бы вопль Давида о помощи, Давида, стол по Писанию. В еврейской Масоре сейчас мы посмотрим, какое надписание. «Управителю не губи от Давида золотой», то есть золотой псалом, золотой я объяснил, это избранный, а больше надписания здесь нет. И мы читаем со второго стиха и ниже. «Если вы истинно правду говорите, то по правде и судите, сыны человеческие». То есть авесолом как бы высказывался в пользу решения проблем разных людей, и это выглядело как правдивые такие честные речи, но его суд против отца был ложный, искаженный, неправедный. «Если вы истинно правду говорите, то есть когда настаиваете на том, что если вы будете у власти, вы будете вести себя более справедливо, чем теперешние правители, то по правде и судите, как можно взять и устроить восстание против собственного царя, против собственного отца, сыны человеческие. То есть не забывайте, кто вы. Вы созданы из праха земного, как все люди. В этом псалме всего 12 стихов, и далее мы читаем. «Ибо в сердце беззакония составляете на земле». То есть устами вы говорите одно, а в сердце вы планируете некое беззаконие, как бы в словах ваших правда, а в ваших помышлениях одна злость. Неправду руки ваши сплетают. Удалились от Бога грешники с самого рождения. А почему с самого рождения? Здесь мы вспоминаем слова Давида, что человек в беззаконии зачатый, в грехе родился, так как все мы произошли от одной крови Адама, а в Писании сказано, что в Адаме все умирают, то есть нравственно и морально. Удалились от Бога грешники, в общем-то, все причастны ко греху, с самого рождения заблудились от чьего матери. Ярость их подобно змеинной, как у аспида глухого и задыкающего уши свои. Вот здесь, кстати, говорится о том, что змея ничего не слышит. А в древности считали, что слышит. Играли на дудках и думали, что это зачаровывает там змею, там кобра может зачароваться как бы звуками. Но на самом деле никакого слухового аппарата нету у змей. И как раз здесь это говорится. Ярость их подобная змеиной, как у аспида глухого, а какое-то значение имеет духовное. То есть вы не способны услышать того, как люди защищают себя перед вашей жестокостью, перед вашим коварством. Вы как змеи. А змей слышит, скажем так, в кавычках, только самого себя. Ярость их подобно змеиной, как у аспида глухого и затыкающего уши свои. Нечестивый слышит только самого себя, только свою ярость, только свою злобу. Он как бы затыкает уши свои. Который не слушает голоса заклинателей. То есть аспид не слышит голоса заклинателя. Когда подвергаясь заклинанию, там игре на музыкальных инструментах, когда подвергаясь заклинанию, заклинается искусным заклинателем. То есть каким бы ни был бы искусным заклинателем, все равно змеи ничего не слышат. То есть насколько бы мы не были справедливы в отстаивании своего достоинства, тот, который затеял против нас злость, он ничего не хочет слышать. Он даже не способен ничего слышать, потому что он не имеет вот этого слухового аппарата. Имеется в виду, что его сердце закрыто для нас. Оттуда изливается только злость, коварство. Бог сокрушит зубы их в устах их. Почему так подчеркивается? Зубы их в устах их. Потому что сила аспида как раз в том смертельном укусе, который он наносит с помощью яда. Он зубами обеспечивает доступ яда в кровь и выпрыскивает этот яд. Челюсти львов сокрушил Господь. То есть что удивляться, что Господь может выдрать зубы у какой-нибудь кобры. Но Господь челюсти львов сокрушает. Уничтожатся, как вода мимо текущая. То есть сейчас ты их видишь, а через мгновение их уже нет. Потому что когда мы смотрим на движение вод мимо текущих, мы понимаем, что то, что мы видим, вот эту воду мы потом и уже не видим. Она протекает и уже другие потоки воды перед нашим взором. Он натянет лук свой, доколе не изнемогут. То есть действия Бога, они как бы лишают силы врагов Давида. Они изнебогают, будучи неспособными противостоять такому защитнику, как Господь, который защищает Давида. Как растаявший воск, они пропадут. Пал огонь на них, и они не увидели солнца. То есть их гибель будет самой решительной, как воск тает пред лицом огня, а если на воск падает огонь, то что от него остается? Все это воспламеняется, и ничего нет. И они не увидели солнца. То есть они моментально умерли. По синодальному переводу, как выкидыш, как выкидыш, который не увидел солнца. Сравните с книгой Иова 3.16. То есть человек, который не видит солнца, это человек, который не рождается свыше. Он умирает, как выкидыш, в очреве матери, и выбрасывается только его мертвая плоть. Прежде, нежели вырастут наши терны в терновнике, наши терни в терновнике, когда он пребывает во гневе, Господь, то есть прежде, чем их заговор состоится, прежде, чем их планы исполнятся, Он, то есть Господь, как бы живых, как бы во гневе, немножко непонятно, как бы во гневе, а Господь бесстрастен. И Его действия, они имеют вид, как бы во гневе, поглотят их. То есть полагают предел их существованию, и ничего от них уже не остается. То есть нечестивые гибнут. И вот комментарий Афанасия Великого, Феодорита, и все веки сарийского, Зигабена и Ринея, прежде нежели малые грехи ваши, терны, обратятся в большие рам, большое количество терниев, большое колючее дерево, и принесут плод, злодеяние постигнет вас от божественного гнева. Вы прекратитесь. Такое объяснение дается у отцов. То есть они гибнут во мраке, то есть в своих заблуждениях. Возвеселится праведник, когда увидит отомщение. То есть имеется в виду отомщение нечестивым. Руки свои омоет. Что значит руки свои омоет? В знак своей невинности и непричастности к их смерти. Помните, как Пилат омыл руки? Я тем самым показал, я непричастен. А в случае с гибелью нечестивых праведный сможет сказать, не я причина их погибели, и они сами погубили себя вот такими действиями. Восвеселится праведник, когда увидит отомщение, руки свои омоет в крови грешника. То есть хотя он и будет участвовать в их наказании, но он все равно непричастен. Омыть руки – это не запачкать руки кровью. Омыть руки кровью – это не запачкать кровью, а как раз показать, что я непричастен к этой крови. Они сами, совершая зло, собрали на себя горящие угли. И скажет человек, и так подлинно и действительно, вот это слово так понимает Афанасий Великий, и Феодорит, то есть человек скажет, подлинно, действительно, и так есть плод для праведника, то есть точно есть награда для праведника, и так точно, подлинно, действительно есть Бог, творящий суд им на земле. То есть Бог рассудит между праведными и нечестивыми и сам вынесет истинное решение. Субтитры создавал DimaTorzok